Всем привет дорогие друзья! Вы на канале всего и побольше и это Мария Карпенко. Да, это та же самая Мария Карпенко, та же самая девушка, которая была с длинными волосами совсем недавно и без очков. Вот у меня сейчас такие изменения, я думаю это ненадолго. Вы можете подумать, почему она очки надела? Наверное из-за того, что мода. Для меня это не мода, потому что у меня действительно испортилось зрение в Америке и я уже дожилась до того, что я сдалека не очень хорошо вижу знаки на дороге. Именно когда я сижу в колледже, я не могу читать с доски, потому что я не вижу просто. Поэтому, чтобы еще хуже не делать мое зрение, я решила встретиться с доктором глазным и он мне выписал очки. Поэтому так, я использую их только по назначению, использую только для колледжа. Хочу вам еще раз сказать новость, которая случилась у меня вчера. Мне позвонил ведущий русского радио в Сакраменто. Мы с ним знакомы, потому что мы снимались вместе в фильме. Я снималась в фильме «Богоискание славянских народов» 4 и 5 серия, поэтому вы можете прогуглить и посмотреть на ютубе. Очень интересно, как вообще появилось христианство. Вот мы там познакомились с ним и все. И мы с ним чуть-чуть иногда пересекались на концертах, я к нему приходила. Он типа ведущий концертов, он называется «Вечер с Петро», не может кто-то знает. И он радиоведущий на русском радио. Он мне позвонил и сказал, «Мария, я хочу, чтобы ты была со мной в эту пятницу и ввела эфир». Я стою такая «Вау!». Ну, у меня опыта никогда не было радиопередачи вести, но мне всегда интересно было. И я понимаю, что это тоже необходимый опыт для меня, так как я не знаю, куда меня Господь поведет завтра, с чем я столкнусь, и поэтому все, что мне предлагает Господь сейчас на данный момент через людей, я все принимаю. Если у меня есть возможность, я, конечно, участвую в всех мероприятиях. Но он мне пригласил, конечно, я согласилась. Он сказал, что мы будем говорить на тему семьи. Это спрашивает ту, которая не замужем. Я не замужем. I'm not married. I'm single. И получается, я буду говорить на тему семьи, «А я говорю, а какой смысл? Я же вообще неопытная». А он говорит, вот у нас опытных достаточно, мы хотим услышать мнение холостячки. Наше время это с восьми вечера до десяти вечера. Называется «Этно-ФМ», и также это волна 87.7, «Этно-ФМ». Но перед тем, как мы поедем, я должна пойти на работу, поработать четыре часа. Я лягушку оставляю дома. Лягушка, ты остаешься дома? Будешь застаршина? Ивасичку. Ивасик. Come here, my baby. Ладно, всё. А я пошла одеваться. Увидимся с вами чуть позже, когда я приду домой, и буду уже одеваться для эфира. Пока! Вы что, хотите сказать, что вы поверили, что я обрезала волосы свои? Да ни в коем случае! Вы что? Вы только посмотрите. Да, они очень красивые, и я их делала... Сколько я делала? Минут, наверное, 10, чтобы сделать вот то, что я имею сейчас. Это несложно сделать с длинных волос коротким. Но из коротких вы никогда не сделаете длинные. Поэтому я вам сейчас покажу. Одна. Итак, коротковолосая Мария превращается, 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 превращается в длинноволосую. Всё, вот мои волосы. Они действительно мои, длинные, поэтому всё осталось прежнему, только мои очки. Лягушка, давай. Давай, делай свои дела. Скорее, скорее. Давай. Вот так я выгляжу, когда иду на работу. Как вам? Привет. А вот так выглядит Ивасик, когда остаётся дома. Да, жаб? Всё, я ушла. Увидимся уже через время, потому что я приду домой через 4 часа. Пока! Пока, жаб? Сейчас я уже закончила свою работу, еду сейчас домой. Быстро покушаю, и потом уже поедем с вами на студию. Жаба меня встречает. Ивасик, что ты своё хозяйство показываешь? Золотое. Взяла и ты, гребешок. Ты что? Ивасик, меня допрятать. Вы, наверное, спросите, где это я работаю в такой одежде. А я вам сразу скажу, что я работаю с пациентами. Вот. Итак, вот у меня дома есть такой пикант. Он как раз в карамели, как раз со сливочным маслом. Я очень люблю эти орешки. Он такой кусочек, он не будет есть. Это слишком большой, жаб. Я тебе кусочек дам. Угу. Пока, мой хороший. I love you. Пока, Ивасик. See you later. Bye. Так, думаю, как мне лучше волосы сделать. Длина вперёд. И одну сторону так, а другую так. Нужно пойти к большому зеркалу. Да, в туалете. Прям шикарная съёмка. Ладно, всё. Готово. Так, вот так выглядит наша студия, где мы будем сидеть, работать. Вот там есть камера, как мы выглядим. Экран. Супер. Как смотрится красиво. Очень круто. Паша, привет. Алло, ты здесь с нами? Алло. Вы в эфире? Официально начинается осень. Почему не с первого сентября? Почему именно с воскресенья? Будет возможность сходить. У нас реклама. Ну да, просто я до 10-й буду работать, а как он поздно звонит. А вот так, как мы видим себя в экране. А в нашей студии мы празднуем день рождения этого человека. Вот этого оператора. С день рождения вас. Слушайте, сомнили. У нас тут тортик. Мы только что праздновали и поздравляли прямо в онлайне. Представляете? Прямо в эфире. Мы созванивались с скайпом, с Лос-Анджелесом. Это так круто. Класс. Спасибо. Мы слушаем песню, которую сейчас будем обсуждать. Я вообще против этой песни. Так называется Филипп Киркоров. Цвет настроения черный. Можете послушать и написать в комментариях, как вам, нравится или нет. Марк, здесь отмечают мне у днём рождения. Смотри, устроил меня. С днём рождения. Любовь, радость и усердия. Ладно, вот это. Спил там. Спил там. Спил. И самых преданных друзей. Класс, великое колбаски. Походим. С днём рождения. Они уже только пригодились. Мы с мечами. Отлично. Я хочу похудрить, а не хотят, чтобы я поправил. Вы говорите, для чего нужно выходить замуж. Или для чего нужно жениться. Но это нужно так, чтобы это было убедительно. Примерно. Сколько ты думаешь, чтобы пальчик не жало? Нормально. Ну, примерно. Я отсмотрела, можно и за полторы, за две тысячи. Очень красивое, Катя. Ну, с бриллиантом. Принцесса хочет замуж, хочет колечко, хочет сказку. И вопрос сразу встречный. А что принцесса принесёт на свадьбу? Себя, красавица. То есть, природно она не удалась? Что ей нужно её красить? Как это не удалось? Ну, так мы же должны быть самые красивые перед ним. Какой замуж выходил? Зачем же ты мне сейчас такой нужен? Ну, тогда это не любовь. Если зачем мне такой нужен. Не, ну, видишь, в том-то и дело. Мы возвращаемся к нашему вопросу, дорогие наши радиослушатели. Зачем мужчине жениться? Или зачем женщине выходить замуж? А у нас ещё один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире? Да, мы минуты попадаем, обсуждаем с ним вопрос, зачем жениться. Да, да. Тот же вопрос, да, тот же вопрос. И я ещё не назвал приз. Здесь мы опять разыграем порцию шашлыка из магазина Теремок. Почему? Потому что если мы берём сингл, да, не складывая на порцию. Пусть нам юристы позвонят, которые знают эту тему. Пусть точно нам скажут. Ну, дело в том, что я могу сказать, до этого я относился к Дмитрию Нагиеву как к клоуну какому-то. Но вот здесь он довольно-таки трезвый человек, он так очень прогрессивно мыслить. Но у него было такое выражение, что мужчина, он должен, он должен первое самое добиться, чтобы была счастлива женщина. А потом уже работать над своим счастьем. Это очень важно. Почему это не так? Ну, как ты можешь, как ты можешь, хорошо, она счастлива, а ты несчастная, получается? Да нет, ты не можешь. Если ты уже делаешь свою женщину счастливой, ты автоматически счастлива, потому что ты видишь, что она счастлива. А может, каждый сам себя пускай делает счастливым? То есть он балдеет по-своему за то, что она рядом. Ну, тогда не надо называть ее своей женщиной. В смысле? Ну, если каждый по-своему балдеет, пусть они балдеют, каждый по-своему. А если все-таки мужчина делает женщину счастливой своей женщине, он автоматически становится самым счастливым. Это же приятно смотреть, когда она цветет, когда она радуется малейшим пустякам. Но смотри, видишь, это все слова, это все лирик, это все романтика. А я радуюсь всему. Хорошо, смотри, как мужчина это должен сделать. Он должен ей купить шубку норковую, правильно? Да зачем такие дорогие? Вот человек говорил, колечко тысяч пять минимум. Нет, просто замечать, что именно на данный момент это нужно. Если ей холодно, ее можно даже обнять, и это уже будет приятно. Она будет такая, как котик, спасибо. И уже это его делать счастливым. Знаешь, я думаю, сейчас тебя смотрят девушки, которым далеко за тридцать, и думают, девочка, девочка, о чем ты говоришь? Какой котик, какой облег? Ты что? Номер один, шуба. Номер два, холодное кольцо, чтобы, знаешь, перегрева не было. И все. Но это называется эго. Мне только мне, я же такая супер королева. Вот мы поэтому, да, поэтому мы и разбираем эти вопросы. Вернее, мы даже не разбираем, а пытаемся поднять, немножко вспомнить, чтобы люди начали думать, что же все-таки происходит, кто рядом с ними находится. Если, например, женщина все время запрашивает там то одно, то другое, то третье. Тогда вопрос стоит, а ты что? Вот, вот, что ты вносишь отношения. Знаешь, у меня такое понятие, что если кто-то один вкладывается в отношения, а второй просто как паразит там сидит, вот, и пользуется всем этим, понимаешь? То, скорее всего, отношения не состоятся. Правильно, я согласен с тобой. Поэтому. Так как весы накладывают, оно поднимается, поднимается. Надо, чтобы оно всегда стабильно было. Вот, то есть, очень-очень наглядный пример. Если ты с одной стороны накладываешь, надо и на вторую чашу тоже ложить. То есть, если мужчина что-то вкладывается, то есть, если он денежные средства вкладываются, то и женщина тоже надо же ложить. Хорошо. У нас все только что закончилось. И как вам прямой эфир? Классно, классно. Все хорошо понравилось? Спасибо, что надо надеть наушники, чтобы круто смотреть. Ой, я тоже должна надеть. Ну ладно, там музыка просто так громкая, я не могу говорить. Мне все очень понравилось. Нам тоже все очень понравилось. Спасибо огромное. Спасибо. Юлия, с днем рождения. С днем рождения. Спасибо. А еще, знаете, мой брат звонил с Украины. Рассказывал свою историю его влюбленности. И как он предложение сделал. Все, мы заканчиваем. Поэтому всем хорошего дня. И, конечно же, я этот эфир вставлю себе в ссылочку под видео. Поэтому вы сможете переслушать это видео и эфир. Спасибо за то, что были со мной. Всем хорошего настроения. И не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх, писать свои комментарии. И с вами была Мария Корпенко. Всем пока. Всем пока.